За эти два года я понял, что это мое. Нет конфликтов внутренних, никаких. Никаких конфликтов внутренних. Но я уже об этом сказал, что все-таки, когда столько обратной связи получаешь, конкретно, не просто вау, вау, супер, супер, а конкретно, что конкретно есть люди, которые ездят по городам за мной. Вот они со мной познакомились и поехали в разные города, и потом они мне говорят, у них там прибыль выросла на 40%, а я, допустим, однажды обратная связь была даже такая, что собственник мне говорит, Максим, спасибо большое, я в прошлый раз с вами ездил в Пензу, да, и после того, как мы с вами день провели, я приезжал со своим коммерческим директором, у меня уволился коммерческий директор. Я говорю, за что мне благодарить, я не хотел, извините меня, а он говорит, да это круто, потому что ты сыграл катализатор, он понял, что он так не сможет управлять, вот, и это бы затянулось там на годы просто, на месяцы, и мы бы мучились друг друга, а тут он сказал, что я, нет, я пас, я так не могу работать, вот, и, в общем, нашел, я нашел другого сейчас, сейчас буду с ним за тобой ездить, типа, посмотрим, как дальше ситуация получится. Вот, то есть, первое, у меня, скорее, отсутствие конфликтов, а это, конечно, дает уверенности в себе, и в том, что ты делаешь только благое, богоугодное дело, можно сказать так. Вот, ну, конечно, я стал менее ранимым, потому что, когда у тебя вокруг столько оффлайн-троллей, не только положительных обратных связей, но и отрицательных тоже хватает, люди меня некоторые ненавидят искренне, и, ну, это такая, видимо, доля публичного человека, что появляются странные люди вокруг, которые что-то от тебя хотят, ну, и тут либо вестись на это, давай, скажем так, либо все-таки, там, панцирем неким хитином покрываться, и, ну, вот, поэтому, наверное, более таким, так сказать, стал закаленным в этом плане, то есть, менее ранимым, более закаленным. Третье, то, что я понял, ну, по крайней мере, мне так кажется, это то, что нельзя останавливаться, ты должен всегда что-то создавать, создавать, и, честно говоря, за два года там создать шесть мастер-классов разных, написать две книги, еще одну книгу, и я постоянно отхожусь в таком, я не знаю, что это значит, раньше я так не гнался, то есть, мы делали результат, я был наемным руководителем, я работал в рамках своих полномочий, функциональных обязанностей, выполнял хорошие вещи, делал, растил людей, но сейчас я боюсь что-то не успеть, боюсь что-то не успеть, поэтому все время стараюсь создавать, создавать, создавать новые продукты, а если бывает, я завистом на месяц, ничего не создаю, у меня депрессия начинается, то, что, ну, на самом деле так происходит, что такое ощущение, что такое, слово, может быть, созидатель, не знаю, ну, человек, который что-то генерит, создает, оно уже, вот, это я сам, это я сам, и мне становится некомфортно, когда я что-то новое не создаю, скорее так, я, конечно, ничего не успеваю, проектов, количество проектов, которые здесь вот в голове, и от которых мои сотрудники уже лезут на стену, их гораздо больше, чем возможности и ресурсов, но останавливаться нельзя, это очень важно, я сейчас объясню, почему, мне стыдно остановиться, стыдно, знаешь, вот бывают артисты, мы уже сегодня поговорили про шоу-бизнес, они спели там песню одну, «Тополинный пух», «Жара июнь», и им под 50 лет, они до сих пор ездят, и это песня, то есть на них катают 20 лет, я так, ну, это стыдно, мне кажется, это стыдно, ну, вот, такого быть не должно, хорошие, качественные артисты, хорошие, качественные журналисты, хорошие, качественные авторы, там, спикеры, не знаю, они все время созидают, они нас создают что-то новое, то есть они ведут не паразитарный образ жизни, а это же вот этот Созидатель, да, Созидатель, это тоже определенный образ жизни, когда ты постоянно что-то вот даешь этому миру, и, ну, тоже вот это вот, наверное, третье, что я хотел сказать, что я понял, что это такая функция, тире миссия, тире предназначение, опять же, к этому возвращаемся, и я некомфортно себя чувствую, когда я останавливаюсь на месте, у меня на самом деле начинает стоять депрессняк. КОНЕЦ КОНЕЦ